Есть такое мнение, что дети плохо понимают сложный язык балета, но вряд ли это касается спектакля государственного балета Кубани «Али Баба» и «Сорок разбойников», который прошел в городском Доме культуры. Яркое и захватывающее зрелище никого из детей не оставило равнодушным. Одна из самых любимых детских сказок «Али Баба» и «Сорок разбойников» обрела вторую жизнь в качестве балетного спектакля. Прекрасная музыка, хореография заслуженного артиста Кубани Милкона Хачикяна и под его же руководством молодой, но уже известный балетный коллектив – все это слагаемые успеха. В основном после хореографической училища, там приходят к нам на работу, но сейчас уже мы называемся государственным балетом Кубани, уже нам 12 лет, как существует наш коллектив. И у нас очень много балетных спектаклей, очень много концертных номеров, у нас 10 балетных спектаклей только, которые там для такого коллектива, что танцуют 25-30 человек, очень похвально, что есть. Зал Дома культуры, заполненный детворой, с интересом наблюдал за приключениями жизнерадостного и веселого дровосека «Али Бабы». Загадочная восточная сказка, убедительно представленная детям, заставляла волноваться и сопереживать главному герою и его близким. Безусловным критерием является доходчивость мизансцен, пластики балетной, чтобы дети понимали, где хорошее, где плохое, о чем идет речь, где главные герои, где положительные, отрицательные герои. И, конечно же, всегда мы стараемся выходить в хорошем настроении, в хорошем расположении духа, всегда играем эмоционально. Балет завершился. Юные зрители, покоренные пестрым калейдоскопом танцев, горячо рукоплескали артистам, которые выходили на финальный поклон. Очень понравились костюмы и сам спектакль. Мне было понятно, что в какие моменты происходило. Загадка заветной двери к сокровищам сказочных разбойников стала более близкой детям. И самое главное, они еще раз поняли, что добро обязательно побеждает зло. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Александр Косицын. Программа «События». Субтитры создавал DimaTorzok